Хорошо, теперь мы переходим к так называемой семи заповедям, да, Ноя. Почему? Ной, когда вышел из Ковчега, да, Бог дал ему определенные заповеди. Да, некоторые заповеди мы видим там явно даны, некоторые заповеди даны неявно. Ну, например, насчет судопроизводства, да? Там же не сказано, но сделай суды какие-то в прямом тексте Торе. Но говорится, что если кто убьет человека, да, человек человека, то кровь его взыщу. Если убьет животное человека, кровь его тоже взыщу, да, слово взыскать. Это относится и к судам, не только, что, значит, ничего, идолопоклонство, или, допустим, другие вещи не судить, и Бог сам разберется со всеми. Если бы люди не было нормальных юридических судов, так, наверное, люди бы все побивали друг друга, да? Да, вот представьте себе, вот с сегодняшнего дня все разрешено. Так обычно бывает во время революции, войн, когда теряется контроль над людьми. Да, ну, вот видите, семь заповедей. Я тут как раз одну заповедь пропустил. Ну, это Бог мне тоже показывает, что не должна не гордиться никакая плоть. Я что, думаю, что я уже, наверное, хорошо все это знаю, правда? Это дрых рост и забыл. Итак, отметьте, значит, первая заповедь, да, говорится о вере в Бога и запрете идолопоклонства, да? Первая заповедь – это вера в Бога и запрет идолопоклонства. Вот вторая заповедь, я забыл, значит, это запрет богохульства. Ну, кстати, между прочим, вы знаете, эта заповедь тоже пропущена в 15 главе «Деяния апостола». Если вы посмотрите внимательно, когда говорится о том, что нужно требовать с язычников, да, нужно ли требовать соблюдение всех заповедей или не нужно, помните? Да, то там как раз в 15 главе «Деяния апостола», да, посмотрите решение, вот что нужно делать язычникам, вступающих в церковь, в завет с Богом. Значит, что нужно делать этим язычникам, да? И там есть перечисляется. И оно очень хорошо согласуется с этими семи заповедями, да? А есть вопрос о богохульстве там? Где они в 15 главе? Нету, да? Ну, понятно, верующему Богу богохульство как-то в голову не придет, да, тем более верующему Ишуа Мессия. Итак, вторая заповедь, которую я вам забыл сказать, это запрет богохульства. Вторая заповедь – это запрет богохульства, да, из семи заповедей ноя. Значит, третья – это запрет убийства, запрет убийства, да, запрет убийства. Так, четвертая заповедь – это запрет прелюбодеяния, да, запрет прелюбодеяния и сексуальных всяких половых отношений, да. Значит, четвертая – это заповедь, пятая – это не воруй, да, не воруй. И шестая заповедь, значит, о запрете, да, в широком смысле, это, значит, мы говорим не только есть, да, но надо уважительно относиться к живым существам, да. Помните, что жизнь дана Богом, да, душа в какой власти находится? Божьей, да, если мы не сводим душу до, извиняюсь, нашего брюха, да, что некоторые эти заповеди понимают так, что вообще нельзя никаким образом употреблять кровь, да. А как лекарство? Можно, да, или кровь заменить, или различные переливания крови, пожалуйста. Но здесь говорится о том, что нельзя нивелировать, сводить вот это до простого объедения. Ну, то есть, говорится тут о кровяной колбасе? Да. Да, в принципе, да, если по прямому смыслу, да. А в широком смысле можно и еще добавлять различные добавления. Итак, насчет крови. И последняя заповедь – это назначение судей, да, и обязанности создать судебную систему. Здесь у меня есть интересный список, ну, это, опять-таки, люди составляли. Есть такая группа людей, они называются Бнейноах. Они в Израиле, не относятся к иудеям, да, но так как они уважают Божьи законы, да, и выполняют всем заповеди Ноя, но вы понимаете, что 613 заповедей – это толкование, да? Это толкование этих заповедей, десяти заповедей. Естественно, если вы верующие, вы христиане, то десять заповедей, по-моему, все христиане приняли на себя, правда? Вот, ну, допустим, заповедь о субботе, она входит в состав семи заповедей? Нет. Да, или такая заповедь, как мы уже говорили, не завидует. Ну, то есть она не уходит, да? От язычника вроде бы этого не требуется. Ну, а как вы думаете, нужно было бы это делать? Правда. Поэтому есть вот такие расширенные толкования, вот если взять 613 заповедей, то, оказывается, к семи заповедям Ноя относятся, можете записать, 229 из них. 229 из них. И из них, получается, 69 повелевающих и 160 запрещающих. И, кроме того, они разделяются на обязательные, желательные и возможные. Если вы помните, что люди, которые пришельцы, приходили, да, к израильтянам, и жили среди израильтян, и они посещали синагоги, да, вот, и присутствовали на служении, то мы, вот если мы посмотрим на этих людей, можем тоже их разделить на две группы, да? Одна группа выполняла семь заповедей Ноя, да, другая еще брала на себя какие-то дополнительные обязательства, да, помните, есть Гер Цедак, да, и Гер Ташау, да. И поэтому здесь заповеди еще делятся на обязательные, желательные и возможные. Вот из этих 229 заповедей, входящих в 613 заповедей, 99 обязательных, если вы хотите, потом посмотрите. Да, есть желательные и есть возможные. Ну, вот, например, вера в единого Бога, да, и запрет идолопоклонства. Предписывающие обязательные митцот. Вера в Бога, вера в единство Бога, любовь к Богу, страх перед Богом, служение Богу, исповедание грехе Богу, исповедание грехе Бога, бемидбар 5, 6, 7. А также выполнение всех произнесенных услуг, обязательств, подкрепленных обетом или клятвой. И дальше идут желательные и возможные. То есть, ну, желательные. Видите, написано, прилепиться к Богу, ходить Божьими путями, в скобках, очень желательно, да, изучение Торы и обучение ей, провозглашение святости шаббата. Вот, то есть, не обязательно, но желательно. И верующие в Ешуа, как вы думаете, желательно для них шаббат праздновать? Желательно. Желательно, еврейские праздники, желательно. Но не обязательно, да? В крайнем случае, верующие в Ешуа. В Шерцове, 4-е завтра также открывают. Ну, да. Вот, а Герцедек, да, те уже, которые идут, как праведники, да? Какая-то, да. Верующие в Ешуа. Там уже идет и заповедь о субботе, да. Вот, верующие в Ешуа, это очень маленький. Ну, да. Видите, дальше. Еще интересно. Я еще раз говорю, что не я составлял эти заповеди, да? И что заповеди для верующих людей более строги, чем заповеди для неверующих. Но к желательным заповедям относятся не ставить камни, как памятников, чест, идолов, не брать на себя украшений, бывших на идолах. Помните, как Испания была богатейшей страной в мире, да? И стала заштатным государством Европы. Вот эти миллионы и миллиарды, которые они выкачивали из Америки, да, это все было золото идолов. Хотя их и приплавляли, но, в конечном счете, где это золото оказалось? В еврейских банках, да, по сути дела, если разобраться. А Испания, все как пришло, да, так и ушло. Как ушло, так и ушло. Нельзя извлекать богатство из чего-либо, связанного с идолопоклонством. Это дворим 7, 26. Нельзя ввести свою жизнь в соответствии со звездами. Ну, вы сами понимаете. Ароскопы, да? Да, здесь еще дворим 22, 5. Значит, женщина не должна носить мужскую одежду и украшения, в скобках, очень желательно. И мужчина не должен носить женскую одежду и украшения, очень желательно. И в экране 1988 не делать никаких знаков на теле. Значит, нет запрета, только если это сделано не с целью идолопоклонства. Ну, вот, например, иногда делают для того, чтобы опознать возможный труп, да? То есть, какой-то делают определенный номер и так далее, что если человек, допустим, где-то пропал без жести, и у него есть, как говорится, труп, да? Остатки кожи, по ним можно определить личность человека, да? То это вполне допустимо. Но я думаю, то, что делают наколки бесовские, всякие вот эти черепа, и вот эти всякие кресты, которые устраивают, да? Или символика вот этой отсидки зэков, да? Относятся, может, только и дал поклонству к бесовскому. Безусловно, потому что являются они объектом такой гордости. Ну, что касается, значит, мужчина не должен носить женскую одежду, а женщина мужскую одежду. В театре можно? Да, помните, одно время были только мужчины в театре, да? Вот, и, безусловно, это не связано с гомосексуализмом или с сексуальными извращениями, то это можно. Но если это театры специально гомосексуалистов, вы понимаете, да? Или трансвеститов, то в таком случае, конечно, ни в коем случае нельзя. То есть, что означает мужская и женская одежда? То есть, мужчину нужно отличить от женщины, очень легко, да? Понимаете, что как таковой мужской одежды и женской одежды не существует, да? А скажите, колготы – это мужская или женская одежда? От разных культур зависит, да? От разных культур. Хорошо, а ношение юбок – это мужская или женская? А шотландцы? Да? Видите, брюки, брюки, например, в римской армии появились только в 4 веке нашей эры. Значит, в результате там было специально в армии введено Марком Аврелием, потому что в армии римской уже много служило германцам. А германцы не хотели ходить без штанов. Да? Пришлось сделать реформу армии и сделали, ввели брюки. А до этого все греки и римляне как ходили? Да, вот есть что похоже на юбку. И шотландцы сохранили такой. И это была нормальная одежда, мужская и женская, правда? Отличались? Да, отличались только среди. Или, допустим, колготы. Колготы. До 16 века, да? Колготы, это считалось какой одеждой? Мужской. Да, женщины просто забрали. Сначала колготы, потом джинсы и так далее. Вот. В некоторых культурах-то серьги носят мужчины. У нас это признак гомосексуализма чаще всего. Поэтому я не рекомендую верующим. Юшуа носить серьги, даже если они говорят, я имею в виду, мужчинам, что это якобы наше посвящение Богу или левиты так носили. Да? Я не рекомендую. Потому что в нашей культуре это есть знак принадлежности к определенной категории людей, к которым мы точно 100% не должны принадлежать. Ну, и еще, я вам скажу так, раньше когда-то там были двое, помните, одевали женские платочки и выступали. А сейчас яркое сердечко, это мужчина, но это явно сексуальная такая направленность, да? То есть это нежелательно. Видите, даже у евреев с целью театра, когда представление делали на пурин, то мужчины одевали какую? Женскую, да? А женщины мужскую. Ну, чтобы все наоборот вышло. Но вот таких целей извращений или вот таких вот явных вещей, которые показывают на какие-то сексуальные вещи, безусловно, ни в коем случае делать нельзя. Ну, еще к желательным, например, относятся не жениться и не выходить замуж за юридиков, да? Ну, в нашем случае за неверующих. Или, допустим, это дворим всем дроп-3. Хорошо, когда евреи женятся на еврейке, да? Вы знаете, ну, вот сейчас-то почему-то получается, когда муж еврей, а жена не еврейка, семья хорошая. Но если жена еврейка, а муж не еврей, очень много проблем. Вот сколько я случаев знаю, почему-то так получается. Ну, если еврей, еврейка нормальная. Не еврей, не еврейка тоже нормальная. Опять-таки, прямого запрета нету, да? Вот, ну, желательно. К уважению богу запрету богохульства 77 заповедей. И, кстати, обязательным предписывающим слушаться пророка. Одалживать деньги бедному. Видите, мы будем говорить о благотворительности. Кажется, какое отношение имеет к богохульству одалживание денег? Как вы думаете? Опять-таки, если мы не помогаем бедному, да? То мы не почитаем Бога? Конечно. Вот. И так далее. Также, значит, относятся, опять-таки, к обязательным. Закон мир и весов, хотя это можно и, в принципе, к невору тоже относить, да? И почитать родителей относятся к этой же заповеди. Это обязательное для расширенного понимания семи заповедей иное. То есть, в семь заповедей иное есть почитать родителей? Нет. Но когда мы говорим, что почтение к родителям, это есть отношение и почтение к Богу, да? И непочтение родителей приравнилится к богохульству. Ну, необязательно, но желательно приготовить отхожее место вне лагеря, любить ближнего своего, любить пришельца и так далее. Хорошо. Наемнику позволено есть то, что на сборе чего он работает. Это относится к возможным. Только если договорился с нанимателем, да? Это запрещающее не проклинать имя Господа, а также ваекра 19.12 не нарушать шевуат битуй, то есть произнесенную клятву, шмот 20.7 не клясться попусту, шевуат шав, и ваекра 22.32 не сквернять имя Бога, а также не разрушать дома поклонения и не уничтожать святые книги. Это обязательный из запрещающих митсвот. Ну, конечно, есть возможные, да? Не делать надрезы на теле, или желательные не кастрировать животное. Почему-то не проклинать оказалось желательным, а не обязательным. Ну, в общем, милость, конечно. Люди часто проклинают и не могут не проклинать, да? Увашение жизни человека, запрет убийства, и, естественно, вы знаете, что это относится всех заповедей, и к верующим, и к неверующим, да? Или к неверующим не относятся. Неверующие могут убивать. Да? Вы понимаете, что я, если я сейчас говорю о семи заповедях закона Ноя, то это относится к верующим или не к верующим? Ко всем людям, да? А верующие берут на себя десять заповедей, да? То есть те же 613, то есть минус те, которые связаны с культовым поклонением в храме, да? Значит, дело в том, что раньше в знак траура делались надрезы на теле. Это такая языческая традиция. И поэтому нельзя делать. Да, с культовыми какими-то, с культовыми такие, да. Знак скорби резали. Это было как проявление идолопоклонства, да. Вот, естественно, что все мецвод, которые запрещают прелюбодеяние, они и для верующих, и для неверующих, да, запретны сексуальные отношения, и для евреев, и не для евреев, да. Не воруй, то же самое, да. Ну, здесь возможный, возможно, пишется, наемный рабочий не должен заносить себе дожатого ближнего для своей выгоды. То есть необходимо обвалиться нанимателем. Но то же самое, нельзя держать у себя разные гири и меры, да, нельзя обманывать. То есть все, касающиеся, мы, которые перечисляли и говорили, не воруй, они относятся только к евреям. И к евреям, и к не верующим. И к верующим что? И не к верующим, да. Если неверующий ворует, или верующий ворует, и попадает на суд, есть какая-то разница? В юридическом смысле нет никакой разницы, да? Но Божий суд еще свое тоже учтет. Правда? И для верующих, и для неверующих. С кого больше спросит Бог? С верующего, правильно? Потому что он знал. Так же уважение к живым существам, запрет употребления пищи, крови или плоти, отрезанной от живого животного. То есть они не являются многие обязательны, но только кровь нельзя есть, да, а вот, допустим, желательно отпустить птицу-мать перед тем, как взять из гнезда потомство. Ну, а как вы думаете, вот, что евреи делают, не едят молочное и мясное? Это заповедь или нет? Это ограда, да? Значит, не варь и колезенка в молоке матери и не ешь, да? Некоторые говорят, что это одна заповедь, не варь, естественно, для чего? Для чего? Для того, чтобы скушать, да? А вторая заповедь, или первая заповедь, не варь, а вторая заповедь, не ешь, да? Ну, в принципе, особой разницы нету. Когда было натуральное хозяйство, то можно было проследить, да? Ешь ты или не ешь? Естественно. А сейчас мы можем съесть козленка с молоком матери? Да, мы не знаем, козленок где-то на одном мясокомбинате, а молоко на молочном комбинате. Значит, чтобы нарушить эту заповедь, надо очень-очень постараться, да? А сухое молоко, да, вопрос. А сухое молоко, хорошо. Или, например, значит, верблюд не кошерное животное. А верблюжье молоко есть можно? Хорошо. Будем рассуждать, как кот Матроскин. Пчела не кошерная насекомая? А мед? Кошерный. Хорошо. Поэтому конину есть нельзя, да? Ну, а кумы спить можно. Такое тут животное, а пчела не спит. Да. Мы берем по аналогии, да? Конечно, пчела – это тоже животное. Только является кчелистоногим. Хорошо. Значит, и последнее, да, мы говорим о назначении судей, о обязанности создать судебную систему. Ну, тут 33 заповеди. И о, например, не следовать за большинством на зло. Видите, обязательная заповедь. Назначение судей. Нет лицеприятия на суде. О, свидетельствия, да? Но есть и другие. То есть, более такие, ну, гуманно. Например, не назначать необразованного судью. Ну, желательно, конечно. Не предавать смерти убийцу без суда. Почему-то здесь относятся, а нет, это к обязательным. А вот к желательным сейчас. Судья не должен выслушивать одного из ведущих тяжбу в отсутствие другого. Не принимать свидетельства от нечестивого. Шмот 23 дроп 1, помните, мы говорим. Не принимать свидетельства от нечестивого. На этом основании адвокаты часто делают свою защиту строить. Не на действительной защите, а на чем? На том, что они опорачивают свидетелей. Опорачивают свидетелей противоположные, значит, адвокаты. Свидетели прокуратуры, а прокурор свидетелей защиты. Хорошо. Ну, а теперь давайте еще о некоторых вопросах поговорим. Тоже о такой важной очень области, как благотворительности. Да? О такой очень важной области, как благотворительность. Что же такое благотворительность, да? Давайте посмотрим. В Сидуре, ну, Саксфорад, написано. Вот вещи, которые, если человек делает, то он пожинает плоды в этом мире, а главная награда дожидает его в мире грядущем. Почитание отца и матери, добрые дела, посещение больных, гостеприимство, ранний приход в синагогу, примирение человека с его ближним и мужа с женой, а изучение Торы, как все эти вещи вместе взятые. А Нусах Ашкинас тоже самое примерно говорит, но немножко по-другому. Помните, мы говорили, есть какие в Европе у нас группы евреев? Да, Сефарды и Ашкинас. Ашкинасы выходцы из Германии, да? Сефарды на латинской культуре, именно Испании. Поэтому в Нусах Ашкинас, Нусах это что? Это, ну, литургия, Ашкинаска литургия, можно так перевести. Там сказано так, тоже, почитание отца и матери, ранний приход в синагогу утром и вечером, гостеприимство, посещение больных, выдавание замуж невесты и проводы мертвого, сосредоточение в молитве, кавана, да, и примирение человека с ближним, а изучение Торы, как все вещи вместе взятые. Ну, если вы понимаете, что здесь не говорится о том, что если ты только изучаешь Тору, то ты как бы сделал все, да? Здесь подчеркивается важность. Потому что если ты не изучаешь Тору, как ты можешь соблюдать все заповеди, правда? Если ты будешь свои заповеди соблюдать так, как ты их понимаешь, то зачастую это будет очень такая нехорошая Тора. Вы знаете, что свои заповеди, по-моему, их не 10, а 12 заповедей придумал Гитлер? Да. Есть определенная такая, типа, Библия Гитлера, да? Вот. И там у него свои заповеди, естественно. Еще мудрецы говорят, да? Видите, что трех основах стоит мир. На учении, на Торе, на служении и на благодеянии. То есть, в Милут Хасадим. Мы уже говорили об этом в начале. Если обеднеет брат твой и придет упадок у тебя, то поддержи его по экрану 25-35. Раскрывать должен ты руку свою брату твоему. Ну, чтобы не посмотреть, спрятал ли он что-то в своей руке, да? Зачем раскрывать? Понимаете, он не должен сходя из протянутой рукой. Ты ему должен раскрыть и дать. Это показывает заповедь, что ты не просто должен ждать, когда у тебя попросят, да? Ну, что прежде всего самому, если ты видишь, что человеку необходимо, ты должен проявлять инициативу, а не он. Это Дворим 15, дробь 11. Пиркеево также говорит, пусть твой дом будет открыт широко, и пусть неимущие будут как бы домочадцами твоими. И еще притча Мишлей 10, дробь 2. Добродетель, а буквально здесь написано, «Здака избавляет от смерти». Кого «Здака» избавляет от смерти? Того, кто дает, или того, кому дают? И того, кому дает, да? Избавляет, может, и от холодной смерти, а того, кто дает, от смерти грядущие. То есть, я еще раз говорю, здесь говорится не о том, что мы можем добрыми словами заслужить, да? Помните, очень есть хорошая мысль, что недобрые дела имеют награду в грядущем мире, и даже, да, не наше, что, отношение, да, к ним, а смирение, которое они производят, да? Вот, недобрые дела, а именно смирение, которое они производят в нашем сердце. Хорошо, что же такое добрые дела и благотворительность? Добрые дела, да, мы говорим, это оказание помощи человеку не ради вознаграждения. Как это добрые дела? Называется «гмилут хасадим», да? Если вы «гмилус» найдете, то «гмилус» — это как? На каком диалекте «гмилус»? Да, на ашкиназском диалекте, потому что «т», которое мы обычно считаем, как читает в ашкиназ? «Эс», да? «гмилус хасад», вы видели, там написано? А я говорю «гмилут». Какая разница? Ашкиназская и сифарская, да? «Гамель» — это есть избавление человека от какой-либо опасности или от гибели, да? То есть это та праведность, которая избавляет человека от гибели. Вот отсюда город Гомель, да? Это еврейское название. А «гамель» — избавитель. Значит, есть заповедь Торы, которая говорит поддерживать слабых, бедных и помогать нуждающимся. Если заповедь, то это что? Приказ, да? Здесь не говорится о том, что мы, может быть, хотим помогать, может быть, не хотим помогать. Или что мы такие хорошие, вот исходим, когда у нас хорошее настроение, то мы кому-то дадим копеечку. А когда у нас плохое настроение... Хорошо. И вы видите, что благотворительность — это одна из основ иудаизма. Ну, а скажите, а для верующих в Иешуа Мессия? Тем более, да? Еще говорится, когда человека просят о помощи, он не должен откладывать, если может дать сразу. Не говори ближнему твоему, поди и приди, а пай. Пять. И завтра я дам, если имеешь при себе. В Мишлее 3.28 притчи. А также мы знаем в Иакова, да? По-моему, первой или второй главе. Итак, видите, нельзя человеку говорить «Приди потом, завтра я дам», если имеешь при себе. Но если не имеешь, ну, тогда можно, да, в принципе. Да. И нельзя ставить бедного в неудобное положение, давая ему пожертвования, да? Открыто, например, если он стесняется. Ни в коем случае надо обязательно уважать бедного человека, да? Если мы его ставим в какое-то унизительное положение, или при этом унижаем его словами, или публично, да? То это плохо. Поэтому есть различные типы пожертвований, и самое высшее из них какое? Когда тот, кто жертвует, не знает, кому он жертвует, да? И тот, кто получает, не знает того, от кого он получил. Значит, есть такой слепой метод и двойной слепой метод. А когда лечат больного, иногда можно дать вместо лекарства какое-либо вещество. Ну, например, мел, да. Вот. Да, или что-то подсахарное, какую-то таблеточку, да? Вот. И он может почувствовать себя лучше. А другой получает настоящее лекарство, да? И мы не знаем, от чего стало человеку лучше. То ли от того, что он внушил себе, да? То ли от того, что действительно, значит, человек получил лекарство. Поэтому делает так, называется, слепой метод. Больным дают таблетки по цвету, вкусу и запаху одинаковые, да? И сестра не знает, какие она таблетки дает больному. Почему? Ну, если она будет точно знать, она может выдать это каким-то даже несловесным способом, да? Больной не знает. И тот, и тот получает одинаковые таблетки. Тогда бы можно точно видеть, действительно ли эти таблетки помогают. А бывает еще двойной слепой метод. Когда больной не знает, что получает, а врач не знает, чем лечит. Вот как раз двойной слепой метод в иудаизме. Это очень хорошо. Ну да, еще бывает тройной слепой метод. Врач не только не знает, чем он лечит, он не знает, от чего он лечит. Хорошо. И есть еще знака может даваться с желанием и без желания. Тут идет спор. Если говорить о том, как давать с желанием или без желания. Все равно больные и бедные получат, да? Но лучше давать с желанием. Одни говорят, что если нет желания, то лучше не давать. Другие говорят, что больные, то все равно, бедные, что-то мне все больные. Бедные все равно будут сыты. То есть, есть определенные правила, как давать сдаку и как принимать сдаку. Чем отличаются добрые дела от сдаки? Когда мы говорим о сдаке, чаще всего мы о чем говорим? О денежных вещах, да? А если мы говорим «гмилут кассадим», то есть добрые дела, это намного шире. Ну вот, если я дал человеку одежду, это что? Нет, это сдака. Можно сдаку давать в виде денег, в виде одежды, в виде чего-либо. Хорошо, а если я пришел и постирал одежду бабушке? Это добрые дела, да? Если я, допустим, дал человеку деньги на лекарства, это сдака, да? Но если я взял эти деньги и пошел и купил это лекарство, да, добрые дела. То есть, видите, добрые дела, оно несколько шире, чем просто понятие сдаки, да? Ну что ты сдака? Сдал и забыл. А добрые дела, ты еще часть своего времени, да? Как говорится, часть своей жизни, ты укладываешь в этого человека тоже, как свою жизнь, да? Вот кого мы больше будем любить? Если кому-то просто помогаем материально или действительно с кем-то будем жить, общаться, стирать его одежду, убирать его комнату. Да, правда? То есть, это тоже важно. Потому что мы любим, иногда просто любим, а иногда нам нужна такая эгоистическая любовь, но она тоже любовь, когда мы вкладываем что-то в человека, и мы становимся уже любящими не потому, что приказали себя любить, да? Но мы что делаем? Мы любим себя, свой труд, вложенный в этот человека. Хотя это кажется эгоистической любовью, но как вы думаете, она развивается, да? Ну вот возьмете какого-нибудь ребенка, дадите ему 20 копеек или дадите ему буханку хлеба. Или вы возьмете этого ребенка, и он у вас будет жить. Да, даже если вначале вы его не любите, то что случится потом? Полюбите его, да? Ну, правда, он может так себе вести, что вы ее действительно полюбите, но это уже проблемы. Поэтому видите, что милоткосадим, они являются более, более расширенные и более лучшими, чем просто сдока. Вот учитывая эти факторы, Раби Маше Бен Маймун, а это вы уже дальше должны записывать, да? Рам Бам, 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 сказал, что есть 8 типов. Значит, учитывается что? Значит, учитывается в основном 3 фактора. Да, знает или не знает, тот, кто дает или тот, кому дают, да? Вот. Дальше. Значит, будет ли стыдно этому человеку получать или не будет стыдно этому человеку получать, да? Мы можем сделать так, что человек будет стыдиться. Люди стыдятся вообще-то? Конечно, стыдятся, это естественно, это нормальное состояние получать. Можно сделать так, что он не будет стыдиться получать. Ну и третье, это с каким ты сердцем, да, даешь это. Вот поэтому получается 8 уровней. Самый высокий уровень, это когда человек поддерживает другого, когда у него дела пошатнулись, дает ему подарок или суду, или берет компаньоны, или подыскивает работу, чтобы поддержать его материально, и чтобы ему не приходилось зависеть от людей. То есть, есть такое простое положение. Можно дать человеку рыбу, а можно дать человеку удочку, чтобы он наловил эту рыбу, да? Поэтому самое высшее, самое лучшее, не ждать, пока человек уже дойдет до такого состояния, что он будет просить эту рыбу, да? А помочь ему. Так, пишите первый, самый высокий уровень. Человек поддерживает другого, когда дела у того пошатнулись, дает подарок или суду, или берет его в компаньоны, или подыскивает ему работу, чтобы поддержать материально. В таком случае, человеку не приходится зависеть от людей, да? То есть, ему не надо еще нищенствовать, ему не надо побираться, он может все делать сам. Но надо ему помочь. И это самое высшее. Второй уровень. Каждый. Следующий. Значит, первый уровень. Ну, вы себе своими словами записываете. Человек поддерживает другого, когда у него дела пошатнулись, либо дает подарок, суду, либо берет его в компаньоны, или подыскивает ему работу. Для чего? Чтобы этому человеку не пришлось зависеть от людей. Второй уровень. Значит, каждый следующий – это ниже. Человек дает пожертвования бедным и не знает, кому он дает. А бедный не знает, у кого взял. То есть, пожертвования, например, идут в благотворительную кассу. Да? Ты сдал, он взял. Ты не знаешь, кто взял, он не знает, кому благодарить. Потому что человек, если он знает, кого благодарить, да, вот, то, естественно, он будет связан. Мы как бы связываем этого человека, да, и фиксируем на себя. Ты должен мне это, ну, понимаете, да. Хорошо. Третий уровень. Дающий знает, кому он дает, но берущий не знает, у кого он берет. Ну, например, если человек кладет бедному деньги в дом, там, или в сумку, когда тот не видит. Да? Я знаю, кому положил. Вот. Но человек приходит домой, смотрит, у него 100 долларов в кармане. Ну, в каком-то кармане. И думает, ну, слава Богу, да? Слава Богу. Я не знаю. Я благодарю только Бога тогда, а не этого человека. Правда? Вот. Значит, второй уровень получается, когда человек знает, кому дает, а бедный не знает, у кого он взял. Третий. Первый. Это когда человек поддерживает материальный, или берет компаньон, и так далее. Второе, когда, я говорил, да, двойной слепой метод. Тот, кто дает, не знает, кому дает, и тот, кто получает, не знает. Третий уровень, мы говорили. Дающий знает, кому он дает, берущий не знает, у кого берет. Так? Четвертый уровень. Бедный знает, у кого он берет, а дающий не знает, кому он дает. Бедный знает, у кого он берет, а дающий не знает, кому он дает. Ну, например, человек кладет деньги в порога своего дома, и нищий подходит и берет. Вы можете тоже поверить. Вот положите 100 долларов вот сюда на эти перелы, через 15 минут вы их не увидите. Правда? Вот, и тот, который возьмет, увидит, что вы положили эти 100 долларов. Правда? Правда? Но вы не будете знать, кто пришел и взял эти 100 долларов. Хорошо. Значит, бедный знает, у кого он берет, а дающий не знает, кому он дает. Если человек кладет деньги в порога своего дома, а нищий подходит и берет. Пятый уровень. Значит, пятый уровень. Оба знают. Оба знают. Дающий дает бедному деньги, но до того, как тот попросит. До того, как тот попросит. Да. То есть, знает, кто дает, да? Знает, кто берет. Вот. Я подхожу, говорю, вот вам даю 100 долларов, да? Но меня никто не просил. Моё сердце расположило так, что я вам даю. Значит, все знают, да? Но бедному не приходится просить. Шестой уровень. Дающий дает, когда его попросят, да? Эббензе мербитый, женима, спасший, жур. Подайте бывшему члену бывшей Государственной Думы от Канецкой фракции. Помните, да? Хорошо. Седьмой. Шестой, да? Значит, то же самое. Тот, кто дает, знает, кому дает. Тот, кто берет, знает, у кого берет, да? Но он при этом вынужден просить. То есть, если человек вынужден просить, что ему? Стыдно при этом, правда? Если вам дают деньги, и вы ни у кого ничего не просили, вам не стыдно. Правда? Взяли, спасибо. Слава Богу. Берите, когда вам дают. Берите. Очень будьте проще, люди потянутся к вашим карманам. Никаких проблем. И тогда вы сможете очень многим давать. Хорошо. И седьмой уровень, да? Видите, шестой, когда знает оба, но человек просит. Седьмой. Дающий дает меньше, чем следовало бы, но с хорошей миной. Нет, не знаешь, что он мину под него подкладывает? То есть, у него не просит, и они дают? Нет, у него просит, он дает, но с хорошей миной. Дает меньше, чем, это уже седьмой. Меньше. Что значит хорошие мины? Дай мне, пожалуйста, пятьсот долларов. Мне срочно нужно. Срочно нужно, да? Ты можешь сказать, пошел вон. Ты можешь сказать, я тебя очень люблю, дорогой. Я, знаешь, я с удовольствием тебе дал бы пятьсот долларов, но у меня только пятьдесят рублей есть. Ну, возьми, пожалуйста. Понимаете? Но, но с уважением. А можно так сказать, пошел вон, вот тебе пятьдесят гривен, и все. Да? Знаете? Стоит богатый и стоит бедный, да? И богатый просит, господи, дай мне десять тысяч долларов. Господи, дай мне десять тысяч долларов. А бедный просит, Господи, дай мне 100 долларов на этот месяц. Господи, дай мне 100 долларов на этот месяц. Господи, дай мне 10 тысяч долларов. Господи, дай мне 100 долларов. На тебе 100 долларов, и мешай Богу. Вот это в таком случае. Искренним или summary? Итак, седьмое, значит, он дает просящим, но не полную сумму, да, но с хорошим, так сказать, выражением. Да. Значит, седьмое, это дает меньше, чем его просят, но с хорошим таким уважением, с выражением и так далее. И восьмой случай, когда дает неохотно и берущий это чувство, типа, ну, на тебя и отвяжись от меня, да? Восьмой, самый худший. Ну, все равно это есть, да? Понятно. Да, значит, дает, первое, он помогает человеку встать на ноги, да? Вот, потом мы не знаем, кто дает, кто берет и так далее, да? Вот, затем, когда он дает, да, но человек либо просит, либо не просит. Если не просит, человек не стыдится, да? Если просит, то человек стыдится. А может так дать, ну, я тебе не могу дать эту сумму, да, но хотя вот что могу, то даю, да? Как Павел, этот, Петр говорит, я тебе, говорит, нет у меня ни денег, ничего. Да, ну, на тебя, вот, ходи, и он пошел. И сняли его с персии по инвалидности. Павел сделал хорошее дело. Сорок лет человек был на инвалидности, в сумме я получал, а теперь пришлось ему с собой выйти работать. Да? То есть, поняли разницу? Хорошо. Хорошо. Итак, дает он полностью или не полностью, да? Если не полностью, то с хорошей, именно или типа, отвяжись от меня, да? Хорошо. Делаем передачу. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»